Я могу сказать только так, что вы приходите к такому моменту, когда ничего вокруг вас вроде бы не изменилось. У вас то же самое старое тело, тот же самый банковский счет, та же ситуация, вы работаете над чем-то, вы движетесь по направлению к чуду, вы движетесь по направлению к полному проявлению, как сказал Иаков. Вера достигла завершения. Вы работаете в этом направлении. В какой-то момент вы приходите к этому, что-то раз внутри вас, вы входите в его покой. И вы знаете, никому не нужно вам говорить, вы знаете, что вы знаете. Если кто-то подходит ко мне и спрашивает, брат Копун, как вы думаете, следует ли мне продолжать принимать мое лекарство? Если вам пришлось спросить у меня, вам лучше продолжать их принимать. Молитесь за них, принимайте их с благодарением. Но придет время, когда вы даже не будете знать, где это лекарство, и вам будет все равно. Вы вошли в его покой. Это не означает, что вы прекратили что-то делать. Вы по-прежнему работаете над этим, понимаете? Потому что теперь, когда вы говорите это, вам не нужно задумываться об этом, чтобы сказать это. Это исходит из ваших уст в избытке. Я хочу, чтобы вы знали. Вы взволновали ад. Вы привели их в замешательство. Они разбегаются. Я хочу, чтобы вы знали, что сейчас у корыта есть только большой кабан. Те, кто живет в сельской местности, знают, что я имею в виду. Все остальные свиньи дерутся за это виду. Тут подходит этот большой кабан. Ему ничего не нужно делать. Он просто издает звук. И все убегают. Большой кабан у корыта. И когда это происходит, внутри вас дьявол смотрит на вас и говорит, «О, нет, не сегодня, нет. Я собираю свои вещи, я сегодня с ними связываюсь. Не сегодня». Вы по-прежнему работаете над чем-то. Вы по-прежнему движетесь. Но теперь, знаете, как мне нравится это называть? Вы теперь наслаждаетесь жизнью. В духе вы просто устремляетесь к этому. И вы выберетесь из этого. Вы будете свободны. Вы выберетесь из этого верой. И знаете, что будет славной частью этого? Есть что-то, когда вы вступаете в сражение верой. Вы сражаетесь с добрым сражением веры. Вы пробегаете по прищи, и вы получаете награду. Скажу вам, вы уже никогда не будете прежними. Это делает что-то для вас. Чего ничто другое на земле не может для вас сделать. И когда вы это делаете, как семья... Да, аминь. Мы пока еще не там. Посмотрите на это. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса, помазанного и его помазания. Если в вас умножаются эти вещи, помазание будет производить в вас, на вас, через вас и для вас. Не только помазание, чтобы служить другим, но помазание, потребное для жизни. Помазание, чтобы жить, которое живет в вас постоянно. Это знание, что делать в какой-то ситуации. Это знание, чего не делать. И что все остальные хотят, чтобы вы сделали. Это чувство внутри вас. И вы получаете направление, о котором никогда в своей жизни не слышали. Что это? Это помазание, чтобы расти детей. Это помазание, чтобы быть мужем или женой. Это помазание, чтобы заниматься бизнесом. Аминь. Это помазание. Вы просыпаетесь однажды утром, и Господь говорит, «Я не хочу, чтобы ты это делал». Оно выглядит хорошо, звучит хорошо, но здесь происходит кое-что другое. Хорошо? Хорошо. Он говорит вам пойти и сказать что-то вашим детям, вместо того, чтобы говорить все то, что говорила вам ваша мама. Так учила бабушка, и мы это приняли. Наше поколение должно быть впереди прошлого поколения. Я учил своих детей всему, что я знал. Я сказал вчера одной из моих внучек. Она уже становится взрослой, и я сказал ей, «Послушай, мне было 35 лет, когда я узнал то, что знаешь ты. Возьми все, что знаю я, все, что я могу в тебя вложить, все, чему я могу тебя научить, и идти дальше. Ты должна быть намного впереди меня. 35 годам, ты должна опередить нас. Боже мой, именно так Бог и предназначил нам жить. Не быть завистливыми или соперничающими в отношении вещей Божьих». Итак, 8 стих, а теперь 9 стих. «А в ком нет всего, тот слеп». Что происходит, когда вы становитесь слепыми? Вы падаете. Разве не так? Вы где-то упадете, если вы не сделали. Это то, что нужно сделать для того, чтобы все преодолевше устоять. Вам придется делать эти вещи для того, чтобы стоять. Вера требует этих вещей. Вера требует того, чтобы ваше поведение было в порядке. Когда у вас в плане вашего поведения что-то не так, не сидите в этом. Две или три недели, жалея самих себя, и думая, что Бог вас ненавидит. Не бегите от Бога, когда вы согрешаете. Бегите к Нему. Ваш грех – это дело Бога, и вы бегите к Нему по поводу Него. И ничего не скрывайте. Не говорите Ему о своей проблеме, не говорите Ему о своих биологических часах, не говорите Ему о своих нуждах. Он уже все это знает. Придите и скажите Ему, «Я оступился». У меня нет этому никакого оправдания. Я напортачил, понимаешь? Я сказал Ему однажды, «Я не поеду сегодня проповедовать». Он спросил, «Почему?» Я был несколько удивлен, что Он мне ответил. Я сказал, «Я не буду сегодня вечером проповедовать. Тебе придется найти для себя кого-то другого». Он спросил, «Почему?» Я ответил, «После того, что я сделал сегодня утром?» «Нет, нет. Мне будет неудобно выйти на эту святую сцену после того, что я сделал». Он спросил, «О чем ты говоришь?» «О чем я говорю, ты знаешь, о чем я говорю?» Он спросил, «Разве ты не исповедал это передо мной как грех?» Я ответил, «Да, исповедал». Он спросил, «Разве я не сказал тебе в моем слове, что я верен и праведен не только простить его, ну и очистить тебя от всякой неправедности». Я ответил, «Да, я знаю это, но...» «Но, но, 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 но...» «Как говорила моя мама, только козлы бодаются, но не ты». Он сказал, «Кеннет, скажу вам, это навсегда оставило отпечаток на моей жизни». Он сказал, «Кеннет, я узнал о твоем грехе не тогда, когда ты его исповедал. И именно тогда ты избавился от него через честность и благоволение Слова Божьего, вместо того, чтобы позволять своим чувствам пребывать во грехе». Разве это не сильно? Знаете, что это было? Это было помазание, чтобы жить, пришедшее туда и исправившее тогда для меня мою жизнь. В тот вечер у меня было одно из лучших собраний в моей жизни. Видите, что я бы упустил, если бы последовал за своей плотью. Итак, «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих, посему более, чем забывать, что ваши грехи очищены, чем не делать эти вещи, лучше, братья, старайтесь делать твердыми ваши звания и избрания». А к чему, как он сказал, вы призваны? К добродетели, нравственной благости, героическим действиям по вере на основании Слова Божьего. «Так», прочитайте это слух со мной, «так поступая, никогда не приткнетесь или не упадете». Я говорил вам, что потребуется определенная смелость, чтобы поверить в это. Встаньте это и скажите это. «Мы никогда не упадем». Скажите это. «Я посвящаю себя Слову Божьему тому, чтобы делать эти вещи, стараться их делать, тому, чтобы мои уши были настроены слушать. И я не был нерадивым, потому что сегодня я занимаю мою позицию. Я отказываюсь падать». Аллилуйя. Постойте еще буквально минуту. Позвольте мне закончить на этом. И именно с этого мы начнем наше следующее собрание. Разбирая эту тему. Мы стоим верой. Мы падаем, не растворяя, не смешивая Слово Божье с верой. И вот ваш смеситель. Вы смешиваете все это с ней. Вы смешиваете это в действии. Вы делаете то, чего требует вера. Вера требует этих вещей. Вере нужны ваши героические действия. Ваша добродетельная бескомпромиссная позиция. Вере нужно это. Вере нужно, чтобы вы отказались впадать в сомнение, неверие и непрощение. Вере нужно, чтобы вы отказались обижаться. Пусть вас никто никогда не обижает, потому что Иисус сказал в 4 главе Евангелия от Марка «Подобным образом и посеянный на каменистом месте означает тех, кто услышал Слово и принял Его с радостью, но не имеет в себе корня и обижается. И дьявол крадет это Слово. Пусть вас ничто и никто никогда не обижает». В этом суть расизма. Вы еще этого не поняли? Расизм – это не расизм. Это одна из наиболее духовных вещей, которым кто-либо когда-либо имел какое-либо отношение. Дом, разделившийся сам в себе, пойдет. И дело не просто в цвете кожи. Есть мужская раса, женская раса, раса начальников, раса подчиненных. Все, что отделяет вас по признаку культуры, имени или чего бы там ни было от кого-то другого. Если вы можете начать воевать с теми другими людьми, если они делают что-то, что обижает вас, я могу вам обещать, помазание Божие практически тотчас начнет сходить в вашей жизни на нет. Если вас злит что-то, о чем я говорю на сцене, не позволяйте этому обидеть вас. «Боже мой, за что вы хотите на меня злиться? Я такой же глупый, как и вы, во многих случаях даже глупее». Молитесь за меня. Вы хотите, чтобы я сказал вам, когда вам нужно за меня молиться? Когда я прав и когда я не прав? Никогда, никогда не обижайтесь. И вам придется предпринимать действия в отношении того, что касается вас самих. Вы говорите, «Нет, нет, 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 нет. Мое наследие и помазание слишком драгоценны, чтобы позволять такого рода глупости приводить меня к такому состоянию, когда я наг перед дьяволом и позволять ему разрывать меня на части. Но понимаете, вы можете взять что-то, что используется как метод разделения и позволить этому стать обидой и сделать вас открытыми для того, чтобы дьявол мог начать красть у вас все это. Я хочу, чтобы вы знали, он в итоге просто живого места на вас не оставит. Если вы не будете внимательными, люди вокруг вас начнут умирать. это опасные вещи. Особенно теперь, когда вы знаете. Опасные вещи. Аминь. Делайте все, чего требует вера. Слушайте Слово Божье. поступайте по Слову Божьему, что включает в себя изучение его, слышание его проповеданным на кассетах, книгах, дисках, собраниях, в церкви. Я завершу тем, о чем говорил нам сегодня Джерри Севейл. Отделите себя. Я не сказал «изолируйте себя», но я сказал «отделите себя». Вы не изолируйте себя от мира, так чтобы не иметь с ним ничего общего. Иначе как вы сможете завоевать кого-либо из них для Иисуса? Но вы отделяете себя от того, как они живут, как они думают, как они говорят. Вы отделяете себя от сомнения и неверия. Вы отделяете себя от людей, у которых нет никакого видения или оно у них очень скудное. Вы помогаете таким людям, но вы не принимаете их образ жизни. Понимаете? И я вам кое-что скажу. Я должен. Дух Святой обязал меня это сделать. Я буду больше, чем нечестен с вами, если я этого не скажу. если вы сейчас ходите в какую-то церковь, и вы не молились о том, в эту ли церковь вам ходить, тогда начните молиться о том, в какую церковь вам нужно ходить. Будьте в той церкви, в которую помещает вас Бог. У церквей есть поручение. Вы можете ходить в хорошую церковь, и не иметь с ней ничего общего. А Бог созидает тело Христово. Созидает дом Духа Святого. Мы – тело Его помазания. Пастыря, если в вашей церкви есть прекрасные люди, которые не согласны ни с чем, из того, что вы говорите, не согласны с тем, как вы что-либо делаете, что-то не так, у вас в церкви есть кто-то, кто не движется в одной струе с вашим поручением. Подойдите к тем людям, помогите им, поговорите с ними, узнайте, где они в духовном плане, узнайте, что им нравится, узнайте, что они призваны делать. Затем найдите для них церковь, созвоните с тем пастором, состыкуйте их, так, чтобы они могли двигаться в одной струе. Скажем так, есть церковь, так сказать, занимающаяся кровлей, есть церковь, занимающаяся водопроводным делом, и у вас среди водопроводчиков оказался кровящий. Он будет несчастен всю свою оставшуюся жизнь. Он будет устанавливать унитаз на крыше дома. Это не будет работать. Знаете, почему не все пустыря это делают? Деньги, 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 деньги. Эти люди не являются источником вашего избытка. Бог поднял эту церковь не для того, чтобы дать вам место, где бы вы могли проповедовать. Он поднял вас, и он поднимет эту церковь, чтобы восполнять их нужды по своему богатству славе. Аллилуйя. Аминь. Если вы ходите в церковь, в которой, когда вы работаете над чем-то, вы работаете над чем-то, вы храните это у себя перед глазами, вкладываете это в свои уши, в свои уста и в свое сердце, вы работаете над чем-то. И вы приходите в эту церковь, и они рвут на части то, над чем вы работали эту неделю. И молите за них, любите их. Если они начинают отвергать силу Слова Божьего, начинают отвергать силу вашей веры, если они начинают... Когда вы приходите и говорите, давайте делать это верой, они отвечают тебе, лучше иметь здесь немного мудрости. Мудрость, которая у вас будет. Уходите оттуда. Я найду себе церковь, которая будет работать над этим вместе со мной, работать над этим вместе со мной. Потому что скажу вам, когда приходит беда, я не хочу, чтобы меня окружали люди, тянущие меня вниз. Так что мой ребенок погибает. Я просто не знаю, как сказать это еще более прямо. Некоторые люди говорили мне, ты против церкви. Нет, я не против церкви. Я против неверия. Я против дьявола. Я борюсь против демонических начальств властей, против мироправителей тьмы века сего и духов злобы поднебесных. Вот против чего я. Но я хочу вам кое-что сказать. Если именно такие люди приходят в вашу церковь, если они чуть ли не живут в вашей церкви, я буду любить вас и молиться за вас, но я не собираюсь позволять этому оказывать на меня влияние на постоянной основе. Боже, Господь мне. Да. Да. И со своими детьми я тоже не буду так поступать. Я не собираюсь отправлять их в учебное заведение на 8 часов в день, где кто-то будет им говорить, что они произошли от лягушки. Отправлять учиться туда, где продают наркотики. Я не собираюсь растить ребенка до 18 лет, уча его тому, как ходить верой, а потом отправлять его учиться туда, где они могут за 3 месяца свести на нет все то, что я вкладывал в него в 18 лет. Я не собираюсь этого делать. И вы можете делать то, что хотите. Я не собираюсь этого делать. Я этого не делал и не буду этого делать. Ни сейчас, ни в любое другое время. Бог со своей стороны делает все необходимое через мужчин и женщин, чтобы строить прекрасные школы, прекрасные университеты, прекрасные колледжи, где люди горят для Бога. А потом вы отправляете своего ребенка туда, в другое место, где они... Нет, только не рядом со мной. Брат Кокнут, у меня нет таких денег. Вам лучше начать работать над чем-то. Вам лучше начать работать над чем-то. Ну, я не хочу, чтобы люди думали... Вы этого не сказали. Вы не сказали... Я не хочу, чтобы люди говорили обо мне что-то плохое. Позвольте своему ребенку пойти в ад, чтобы они ничего не говорили. О, я знаю человека. И тот мальчик не пошел в ад, потому что он был рожден свыше и исполнен Духом Святым. Но его отец позволил ему умереть от рака. И сказал ему перестать верить, потому что он боялся того, что скажет о нем медицинское сообщество, поскольку он был врачом. Тот мальчик был исцелен от рака, но затем болезнь вернулась обратно. И я позвонил и сказал, давайте снова встанем на Слово Божье. Давайте снова примем исцеление. А он ответил, нет, я хочу, чтобы вы прямо сейчас перестали верить. Я сказал, вы этого не говорили, не так ли? Он ответил, нет, я это сказал. Я сказал, но я соглашаюсь с вами о его исцелении. Он ответил, я хочу, чтобы вы прямо сейчас вышли из этого согласия. Прекратите это делать. Я прекратил, и мальчик очень быстро умер. Я старался сохранить его, понимаете? И его родители. Я не знаю насчет его мамы, но его отец в итоге возненавидел меня из-за того, что кто-то мог о нем подумать. Я был бы более осмотрителен в отношении того, что думал обо мне дьявол, нежели что думают обо мне те люди, в которых сидит дьявол. Я вам кое-что скажу. Этот негодяй убьет вас. Он сделает вас такими жалкими. Вы бы предпочли быть мертвыми. Это его работа. Он был запрограммирован злобой и подлостью. И он делает это независимо от того, хочет он этого или нет. Он по-другому не может. Он пришел только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Если вы будете с ним путаться, он погубит то, что у вас есть. И он убьет вас. И он украдет все, чему когда-либо прикасались ваши руки. О, мои братья и сестры, займите свою позицию. Бог обеспечит и устроит самые удивительные вещи. О, да. Когда мои дети были маленькими, я отказался оставлять их дома, в то время, как я колесил по всей стране. Я отказался не брать с собой свою жену. Что я буду делать с этими малышами? Это твоя проблема, Бог. Ко мне подошла молодая женщина Вера. Она была молодой вдовой. Его муж был пилотом военно-воздушных сил. Он погиб при крушении самолета. И она сказала, брат Копплн, знаете, я школьная учительница. Вы знаете, в чем я выросла и что со мной произошло. Если вы хотите брать с собой Джона и Келли, я с удовольствием поеду вместе с вами и буду их учить. Да. И она ходила с Келли пару дней в школу, чтобы посмотреть, что они проходили. Затем мы отправлялись в поездку на несколько недель. Келли возвращалась, и оказывалось, что она на две или три недели обгоняла свой класс. Ее учительница, несмотря на все, что говорило правительство, и на весь остальной вздор, ее директор школы, и ее учительница, которая была сестрой директора школы, были рождены свыше, и крещены Духом Святым. И она сказала, «Брат Копланд, пусть все эти школьные вопросы вас не беспокоят. Если Келли когда-то не сможет с вами поехать, оставьте ее со мной у меня дома. Я прослежу за тем, чтобы она не подхватила никакого сомнения и неверия». Я хожу в ту церковь, в которую вы несколько раз проповедовали. Я знаю, чему были научены ваши дети. Аллилуйя. И потом они перешли в старшие классы. Мы переехали в другой район. Келли пришла ко мне и сказала, «Папа, мой последний год в школе здесь, мне бы хотелось ходить вон в ту школу в этом районе. Я бы хотел закончить школу там». Я начал говорить, «Нет, ты туда не пойдешь». А потом сказал, «Позволь мне поговорить об этом с Господом. Посмотрим, что он скажет». Я пришел с этим Господу. Он сказал, «Будет хорошо, если ты сходишь туда и встретишься с этими людьми». Я пошел туда, зашел в кабинет директора. Он сказал, «Вы Коннет Копланд, не так ли?» Я ответил, «Да». Он сказал, «Давайте выйдем во двор, я хочу с вами поговорить». Мы вышли во двор школы. Он сказал, «Мистер Копланд, я рожденный свыше чада живого Бога. Я знаю ваше служение. Я слушал ваши кассеты и смотрел по телевизору вашей передачи. Вы ходите и живете по Слову Божьему. И я тоже. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился в этой школе», он сказал, «Сейчас школьный совет возмущается и недоволен мной, но скажу вам вот что. «Им придется меня волить, а я не сдамся, если только они...» В конце концов, они его все-таки уволили, но это произошло уже после того, как мои дети там отучились. Аллилуйя. Понимаете? Я имею в виду, решите это с Богом, решите это. Узнайте, не идите на компромисс, посмотрите, что я сделаю. Что ж, в любом случае, это истина. Аминь. Воскликните кто-нибудь. Аминь. Ходить в духе значит ходить по Слову Божьему. Вкладывать Слово Божье в свои уста, вкладывать Слово Божье в свой разум, чтобы Слово Божье было светом в стезе вашей и постоянно знать это, знать тот факт, что Бог сейчас в вас, тот, кто во мне больше того, кто в мире. И пробудитесь к праведности и не грешите. Слава Богу. Возьмите Слово Божье, верьте Ему. Покрывайте каждую жизненную ситуацию обетованием Божьим, понимая, что у нас есть великий первосвященник, который знает, что мы в беде, знает, каково это, знает, что вы чувствуете. Забудьте об этом и смело приступайте к Его престолу и держитесь этого исповедания. Держите своих действий веры, потому что, слава Богу, мы движемся по направлению к результатам, и я тружусь над тем, чтобы войти в Его покой. Когда приходит покой, и Он будет приходить быстро, если вы научитесь ходить в Нем и оставаться прямо там, на краю Его, постоянно. Люди могут сообщить вам о бедственных симптомах, о тревожных ситуациях, и вы просто обращаетесь к Слову Божьему, берете Слово Божье и просто входите в Его покой и говорите, «Слава Богу вовеки, я все преодолеваю силой возлюбившего Меня». 111-й Псалом. Человек, сердце которого утверждено в Слове Божьем, не боится злых, плохих известий. Почему я должен бояться, когда я могу помышлять об Иисусе? Почему я должен бояться, когда я помышляю о Духе Святом? Почему я должен бояться, когда я помышляю о Слове Божьем? Почему я должен бояться, когда я помышляю об имени Иисуса? Но вам придется помышлять об этом снова, снова и снова и хранить это в своем разуме, хранить это в своих устах, хранить это в своем сердце, поддерживать этот процесс в действии. поддерживать этот процесс действия. Аминь. Если кто-то может согласиться с вами в молитве, или если кто-то может послужить вам помазанием, вот что такое возложение рук, и эти люди послужили вам помазанием, и именно об этом и говорил брат Роберт 40 или 50 лет назад, когда он начал говорить о точке контакта. Я вижу это следующим образом. И я делал это годами. Я просто мысленно провожу черту. Поначалу я проводил ее немысленно. Я брал палку и чертил ей черту. Просто нарисуйте для себя черту на полу своей молитвенной комнаты. Это черта веры. Здесь находятся все эти симптомы, а там Слово Божье. Я принимаю решение. Идите туда и питайтесь этими местами Писания. Питайтесь этим Словом. Читайте его. Питайтесь им. Сделайте выбор. Не просто цитируйте их. Возьмите и найдите их в Слове Божьем. Уделите время. Не важно, сколько раз вы уже их читали. Не важно, сколько раз вы уже их цитировали. Не важно, сколько картошки вы уже съели. Воспоминание о той картошке, которую вы съели вчера, нисколько не напитает ваше тело сегодня. Возвращайтесь к Слову Божьему. Читайте эти обетования и говорите это вслух. Обетование «Я не позволю тебе ускользнуть». «Я буду держаться за тебя». Слава Богу, я выбираю верить в это обетование. И вы можете ничего не чувствовать. Вероятно, вы не будете ничего чувствовать. По мере того, как вы будете жить и ходить верой, вы придете к тому, что вы не будете обращать на это никакого внимания. Вы даже не будете останавливаться, чтобы задуматься о том, чувствуете вы что-то или нет. Поначалу, возможно, будете, потому что вы привыкли пытаться все почувствовать, поскольку вы жили в этом мире чувств. Но помните, мы читали, что Авраам не помышлял о том, что тело его уже омертвело. Он отказался помышлять о нем, и он был вполне уверен, что Бог был силен исполнить то, что он пообещал. Поэтому берите и читайте эти обетования и говорите это вслух. «Я выбираю верить этому, а не данному симптому в моем теле. Я выбираю верить этому, а не той неразберихи в этом мире, которая окружает меня в финансовом плане. Я выбираю верить этому». Я хочу обратиться сейчас к тем из вас, кто по той или иной причине вынужден использовать инвалидное кресло, или пользоваться палочкой, или вам требуется чья-то помощь. Для того, чтобы передвигаться, вам требуется чья-то помощь. В этом нет ничего плохого, но из этого есть выход. Но из-за этого нет выхода, если вы не будете этого делать. Истинная проблема с этим, это та же самая проблема, которая есть у людей с нищетой, которые выросли в ней и никогда ничего другого не знали. Потому что большинство людей, живущих в нищете, были научены, что они всегда только такими и будут. Мы родились такими, и такими и умрем. И у вас никогда по-другому не будет. Такие уж мы, понимаете. И вы выросли такими. Вы видите себя такими. У вас натренированное сознание. И вы закрываете глаза и пытаетесь увидеть себя пробегающими 45 метров по полю из лилии. И эта картина кажется такой далекой. Вы закрываете глаза. Вы окружены этим креслом. Вы закрываете глаза. Вы окружены тем, чего у вас нет, а не тем, что у вас есть. Человек, который вырос в особенно тяжелой нищете, я говорю о крайней бедности, о жестких обстоятельствах. Вы закрываете глаза. И вы окружены этим. Зловонием голода. С жестокими улицами гетто. И через сколько бы правительственных программ вы не проходили, вы не можете сильно изменить то, что внутри этого человека. Вы знаете, что на земле есть так много богатых людей, которых дух нищеты гнал богатство. И даже несмотря на то, что у них есть банк, полный денег, они по-прежнему являются бедными людьми. У человека лежит в банке миллион долларов, и он не потратит из него ни цента, и он не собирается ничего вам из него дать. Потому что он боится, что вернется в эту нищету. Я встречал таких людей. Он такой же нищий, каким всегда и был. Он просто платит много налогов. Потому что если он что-то для себя и делает, все, что он делает, это облачает свое тело в чуть лучшую одежду, ест чуть лучше, но он охраняет этот банковский счет, как собака-кость. Эта собака охраняет эту кость, потому что думает, что другой кости она может никогда больше не получить. Понимаете? Потому что он закрывает глаза и по-прежнему видит себя в нищете. Он боится, что может снова оказаться на пятой улице вместо первой, на которой он сейчас живет. И именно с этим вы и сталкиваетесь, когда вы вынуждены использовать инвалидное кресло или что-то в этом роде. Вы закрываете глаза, и вы по-прежнему в нем. Но я хочу вам кое-что сказать. И оно это изменит. Это изменение этого внутреннего образа. Оно должно измениться внутри и выйти наружу. Я не сказал, что это легко. Это требует времени. Это требует усилий. Это требует постоянства в этом. Но пребывайте в Слове Божьем. И оно сформирует образ небес. Когда вы придете на небо, вам это не понадобится. Извините, дорогая. Когда вы придете на небо, вам это не понадобится. Понимаете? И вы можете иметь часть небес в себе сейчас. И когда это начинает изменяться внутри вас, это называется надеждой. Это картина внутри вас, посредством крови Иисуса, какими Он вас видит. И когда это начинает изменяться внутри вас, вы начинаете видеть себя без этого кресла и со здоровыми, крепкими ногами. Слава Богу! Аллилуйя! Разве это не замечательно? Кто-то может сказать. Вы дадите этим людям надежду. Да, слава Богу, именно для этого я здесь. Потому что, понимаете, мы разобрали третью и четвертую главы послания к евреям. Но еще есть пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. Оно все о том же. И вы приходите к одиннадцатой главе. Иногда просто читайте это так, как будто слово «глава» и всех этих цифр там нет. И просто читайте, как наставление в вере. И вы приходите к первому стиху одиннадцатой главы. И там говорится, что вера является осуществлением этого внутреннего образа. Вы приносите эту картину, вы приносите этот проект и машете им у веры перед лицом, и она скажет, да, я существую это. В ловушке чего бы вы ни находились, некоторые люди находятся в ловушке депрессии. Некоторые люди из ловушки одной болезни попадают в ловушку другой болезни. Некоторые люди находятся в ловушке какой-то недееспособности. Некоторые люди находятся в ловушке нищеты. Некоторые люди находятся в ловушке эгоизма, который настолько ужасен. Они делают всех вокруг них несчастными. Они в ловушке этого. Но если вы обратитесь к Слову Божьему и начнете применять его, и не позволите этому обетованию скользнуть, и будете работать и работать с ним, будете исповедовать его, размышлять над ним до тех пор, пока оно не начнет обновлять ваш разум. Вы начнете видеть себя по-другому. Вы начнете видеть себя такими, какими вы должны быть, а не такими, какими вы были. Это начнет изменять вашу жизнь изнутри и наружу. И скажу вам, если вы будете держаться его, нет ни одного творения под небом, которое не было бы им покрыто. Если вы будете держаться его, вы сможете ходить верой, вы сможете выйти из всего в ловушке, чего бы вы ни находились. И когда вы добавляете к этому дары Духа, когда вы добавляете к этому сверхъестественные проявления Божьей силы, особенно когда вы оказываетесь на такого рода собраниях, и мы собираемся вместе, и мы объединяем всю нашу веру в отношении какой-то ситуации одновременно, о, слава Богу! Это то, к чему призваны такие люди, как мы. Именно поэтому Бог ведет нас проводить все наше время в этом, чтобы мы могли собрать всех вас вместе и начать вкладывать это в вас. И затем вы просто поддерживаете, подпитываете это. Говорю вам, если когда и было какое-то поколение, которое должно быть сильнее любого другого, так это мы. У нас есть телевидение, кассеты, мы можем питаться этим 24 часа в сутки. Вы можете даже не знать, как читать это слово, но вы можете иметь все это. И его слово само научит вас, как его читать. «И я знаю людей, которые научились этому, именно это и делая. Запустите этот процесс и держитесь его. Аминь». Вера не останавливает жизненные бури, но она помогает нам побеждать их и дает нам победу. Это то, о чем учит Глория. Это победа, которая побеждает этот мир. Но вы должны запустить этот процесс и не позволять ему останавливаться. Я хочу увязать это с кое-чем здесь. Давайте откроем шестую главу Евангелия от Луки, поскольку я хочу расставить эти вещи в правильном порядке. Если бы я разбирал их так, как я собирался это делать, я бы их спутал. Но я попросил Бога помочь мне. Вот как он мне это показал. Шестая глава Луки, 17 стих. «И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа, и сей Иудии, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и седонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезни своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». И это слово «сила», из него выходило помазание. Помазание. Книга Исаия, 10, 27. 11 глава, 1 и 2 стихи. Там говорится, что «в тот день снимется с плеч твоих бремя его, и ирмо его, дьявола, с шеи твоей, и это ирмо будет уничтожено помазанием, или из-за помазания». это помазание, жизнь Божья, божественная сила. «Пророк Божий видел Бога Всемогущего, и он сказал, что он огонь отчресал его и выше, и отчресал его и ниже. Из его рук исходит свет, как лучи великолепия, и там тайник его силы». Свет! По-моему, это сказал Джон Лейк. И Джон Лейк был как ученым, так и проповедником. И он сказал, что помазание в Поднебесье подобно электричеству в естественном мире. Электричество это текущая сила. Все в этом естественном мире имеет электрическое поле. Все в этом естественном физическом материальном мире постоянно находится в движении. Мойкулярная решетка всей материи находится в постоянном движении. Божественная сила помазание Божье это снимающая бремена и уничтожающая ермо сила. Деяние 10.38 По всей Иудии было возвещено о том, как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса из Назарета и Он ходил, благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом. Это сила. Это помазание вытекало из него. Помни об этом. Давайте обратимся к 5 главе. Евангелие от Марка 25 стих Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас и сяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезней. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышло из Него помазание, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали Ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло. Подошла, пала перед Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера Твоя спасла Тебя, иди в мире и будь здорова от болезни Твоей, будь целостна». Скажите, «Целостность». Целостность. Это означало, что она не только выздоровела, это означало, что она оправилась от всех последствий операции. Она вернула все те деньги, которые она на это потратила. Иисус сказал, «Иди и оставайся целостной». Все, что у нее было до этого момента, это ее собственные дела, собственные усилия. Помните, о чем мы говорили? О чем Библия говорит в 4 главе послания к евреям. Когда человек входит в покой Божий, он успокаивается от своих собственных дел. Как и Бог успокоился от своих, потому что дела его были совершены еще в начале мира. есть место покоя, где вы успокаиваетесь от своих дел и устремляетесь к целостности. Не просто оправляетесь или преодолеваете что-то. Ну, брат Коплан, знаете, со мной произошли разные вещи, разные болезни и немощи за эти годы. Но, знаете, в итоге все закончилось хорошо. Я никогда не думал о том, чтобы Бог меня исцелял, поскольку я считал, что в любом случае это уже вроде как кануло в прошлое. Что ж, для вас, да, оно не кануло в прошлое, но для вас, возможно, кануло, поскольку вы вообще не являетесь причастником этого. Это как люди, которые беспокоятся о том, что в их церкви вдруг начнут происходить исцеления. Вероятно, не начнут. Исцеление вас нисколько не побеспокоит до тех пор, пока вы ходите в неверие, равно как и спасение или что-то еще. Если бы это произошло, вы бы вышвырнули их вон. Но послушайте, это ненормально. Богу невозможно угодить без веры. Почему? Мы все еще на этом вопросе. Почему? Это является здесь основным пунктом. Бог ненавидит смерть и все, что она производит. Возмездие за грех – смерть. Именно поэтому Он ненавидит грех. Он не против того, чтобы вы хорошо проводили время. Он против того, чтобы вы убивали себя и передавали это из поколения в поколение. Пора, слава Богу, кому-то остановить порог сердца вашей семье, продолжающейся последние 250 лет. И вы можете быть тем, кто это сделает. Пора кому-то остановить облысение в вашей семье. Кто-то скажет, ну это не так уж важно. Это важно для того, кто потерял свои волосы. Вам не за чем мириться с этим до конца своей жизни. Остановите это сейчас! Возложите руки на своих маленьких сыновей и скажите, нет, 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 больше этого не будет. Волосы на нашей голове сочтены, и мы сохраним их в первоначальное количество. Но вы должны быть усердными в этом. Вы можете вернуть те волосы, которые вы потеряли. Но скажу вам, вы не можете это делать, смотря каждое утро в зеркало и говоря, посмотрите на этого болвана. Тебя на улицу не выпустят. Так не пойдет. Как бы вы себя эмоционально на этот счет не чувствовали, если вы не сможете победить свои эмоции Словом Божьим, вы никогда ничего по вере не получите. Ваши эмоции будут держать вас в ловушке до тех пор, пока вы будете им это позволять. Но вы можете вывести свои эмоции на такой уровень, где все, что они будут хотеть делать, это прославлять Бога. Прочитайте пятую главу послания к евреям, последние два стиха этой главы, и вы увидите, что Слово Божье научит вашу плоть знать разницу, между добром и злом. Но только если вы обратитесь к Нему и будете это делать. Апостол Павел написал церкви в Филиппах и сказал, «Чему вы научились, что вы слышали и видели во мне, то делайте! И... И... Он сказал тогда в 19 стихе, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по своему богатству в славе». Но только если вы будете делать то, что вы слышали, что вы видели, чему вы научились. Давайте подытожим это и вернемся на минуту сюда. Помазание. Иисус сказал ей, заметьте, Он не сказал, «Мое помазание сделало тебя целостной». Он сказал, «Твоя вера сделала тебя целостной». Если бы это было помазание без веры, все бы в той толпе, кто бы хоть как-то к нему приблизился, исцелились бы. Но эта женщина приняла решение. Знаете, что она сделала? Написано, что она подошла сзади в народе или в толпе, то есть она приняла решение. Знаете, что она сделала? Она вышла на такой уровень, где она вошла в покой Божий. Она сказала, «Мне надоело играть с этим. С меня этого хватит. Мне все равно, что они обо мне говорят, и мне все равно, что они со мной сделают. Или еще что-то. Я ухвачусь за край его одежды, и когда я к ней прикоснусь, я буду сделана целостной». Она начала высвобождать свою веру. Она запустила процесс своего освобождения, процесс своего исцеления. И она пошла туда, где было помазание. И она ухватилась за край одежды Иисуса. Это помазание вытекло. Вера является связующим звеном с помазанием. Это помазание Иисуса. Мы – тело Христа. Мы – тело помазанного. Но мы также являемся местом пребывания помазания. И вера – это процесс, который подключается к этой божественной, снимающей бремя, уничтожающей Ермосилия. И вы можете ходить в ней изо дня в день. Помазание, которое вы получили, пребывает сейчас в вас. Аллилуйя. Место покоя – это место веры. И мы трудимся над тем, чтобы войти в этот покой. Я не тружусь над тем, чтобы исцелиться. Мое исцеление уже было куплено. Я не тружусь над тем, чтобы оплатить свои счета. Я тружусь над тем, чтобы быть послушным Слову Божьему. Я тружусь и направляюсь в это место покоя. Я движусь в направлении него. Кто-то скажет, «О, когда мы придем на небо, чтобы мы сможем пребывать в покое». Вы можете пребывать в покое сейчас, если вы просто будете это делать. Да, аллилуйя, да. Если вы можете пойти в ад, имея в себе беса, то вы можете пойти и на небо, имея в себе небеса. Аллилуйя. Книга второзакония в одном из периодов Библии смело заявляет, что мы можем иметь дни неба на земле. И это в покое Божьем. Давайте встанем и воздадим Богу хвалу и славу. Вы что-нибудь для себя сегодня вынесли? Аллилуйя. Давайте просто воздадим Господу хвалу и благодарение. Мы на пути. Мы на пути. Аллилуйя. Мы на пути. Спросите, куда мы направляемся, брат Коплант? Победа, которая побеждает мир. Аллилуйя. Мы на пути. Вы на пути к тому чуду, в котором вы нуждаетесь. Вы на пути к освобождению. Мы на пути к месту покоя. Мы на пути к целостности. К божественному здоровью. К божественному процветанию. Больше, чем достаточно. Аллилуйя. Слава. Воскликните кто-нибудь. Аминь. Отец, мы молимся сегодня за это служение. Во имя Иисуса. Мы приходим перед Твоим Словом с ожиданием. Мы приходим перед Ним, отдавая себя в руки Духа Святого, как нашего советника. Нашего лидера, учителя, ходатая, стоящего рядом, защитника. Мы благодарим Тебя и прославляем Тебя за Твое Слово. Мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за Него. И мы ожидаем благодаря имени Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Вы можете садиться. Хорошо. Я хочу, чтобы мы сегодня открыли в наших Библиях два разных местописания. Одно в послании к римлянам, а второе в послании к ефесянам. Позвольте мне сказать вам это утверждение. Я советую тем из вас, кто конспектирует, записать это. Если вы слушаете запись этой проповеди на кассете, остановите сейчас свой магнитофон, возьмите карандаш или ручку, и потом снова включите магнитофон и запишите это. Однажды Глория пришла ко мне и сказала, я хочу, чтобы ты взглянул на это. Она принесла с собой свой блокнот. И мы тогда, послушайте, мы питались Словом Божьим день и ночь. Мы по-прежнему это делаем. Но тогда мы только начали это делать. Она пришла и сказала, я слушала на кассете проповедь брата Хейгена «Власть имени Иисуса». Взгляни на это. У нее был с собой ее блокнот. Она сказала, я осознала несколько минут назад, что я так часто останавливала эту кассету, чтобы законспектировать, что я всю ее переписала. Она практически переписала эту проповедь в свой блокнот. Она списала весь свой блокнот этой проповеди об имени Иисуса, хотя она не намеревалась ее переписывать. Она просто останавливала кассету, думая, о, это интересно, надо это записать. Перематывая, она прослушала эту кассету 35 или 40 раз. И останавливаясь на интересных моментах, она всю ее переписала. И именно так вы схватываете эти вещи. Люди спрашивали у меня, «Как у вас получается запоминать столько всего?» Я никогда не задавался целью заучить наизусть Библию. Когда вы питаетесь этими вещами, они попадают внутрь вас. Мне не нужно было запоминать вкус завтрака. Я столько раз его ел, что я знаю его вкус. И я планирую утром снова его съесть. Да. Аллилуйя. Вы понимаете, что я этим самым говорю? Когда вы вкладываете Слово Божие в ваш дух, как сказал Иисус, Иисус дал нам ключ в этом плане, когда сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это ключ. Это ключ к успеху в Слове Божьем. Поскольку он соотносит наше употребление пищи для питания и для того, чтобы поддерживать свое тело живым, с питанием Словом Божьим, для того, чтобы поддерживать свой дух живым. Поддерживать свой дух живым. Аминь. Итак, вы можете записать это. Нет слова. Нет веры. Нет веры. Нет помазания. Нет помазания. И те из нас, у кого были родители и дедушки с бабушками, и прадедушки с прабабушками, я буквально несколько дней назад узнал, что один из моих прадедушек был странствующим проповедником. Слава Богу. Аминь. Да. По той линии нашей семьи, о которой я очень мало знал. Но я узнал, слава Богу, что G.W. Макдональд был путешествующим проповедником. Хвала Господу. И он ездил по районам штатов Миссури, Арканзаса, Оклахома и Техаса и проповедовал Евангелие. Аллилуйя. Они в своей вере и в своем помазании защитили нас от того, чтобы определенные вещи не хлынули на нас из поколения в поколение. Потому что дьявол будет пытаться пробраться в семью и оставаться там и использовать эту семью на протяжении поколений. Нет слова – нет веры. Нет веры – нет помазания. Нет помазания. Бремена и ермо остаются из поколения в поколение. Давайте прочитаем послание к римлянам. 11 главу. 20 стих. В 19 стихе говорится. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием. А ты держишься верою. Вы держитесь верой. Скажите это. Мы держимся верой. Скажите это еще раз. Мы держимся верой. Еще раз. Мы держимся верой. Верой. Хорошо. Теперь давайте обратимся к 6 главе послания к Ефесянам. Начнем читать с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь». Заметьте, там не сказано «попросите Бога облечь вас». Вы облекитесь в это. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам, скажите «мне», чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Здесь ничего не говорится о том, чтобы стоять против своего тестя. Ничего не говорится о том, чтобы стоять против своего мужа. Ничего не говорится о том, чтобы «О Боже, если ты его исправишь, моя жизнь будет замечательной». Это не ваше дело. Ваше дело исправлять себя. Аминь. Аллилуйя. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей». И для вашей информации, мы не будем сейчас тратить время на изучение этого, но это хорошая информация. Обратите внимание. Это ранги и иерархия царства сатаны. Это духи, которыми он командует и над которыми имеет власть. Они принадлежат ему. И здесь идет перечисление рангов от низшего к высшему. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств. Начальства – это бесы низшего уровня. Против властей. И обратите внимание на следующих. Против мероправителей тьмы века сего. Это те духи, которые овладевают тем, кто одержим бесом. Когда Иисус изгнал бесов из Годоринского бесноватого, Библия говорит, что он разбирался с бесом. Он разбирался с этим мероправителем тьмы. Как только он с ним разобрался, там говорится, «И просили его все бесы разрешить им войти в свиней». Но Иисус разобрался с этим мероправителем. Скажите, они могут быть мероправителями, но только тьмы. Они не правят мной. Я – чадо света. Теперь используйте это в своей вере. Используйте это постоянно. Я беру власть над вами, мероправители тьмы века сего. Во имя Иисуса. Вы не являетесь моими правителями. Я принадлежу Иисусу. Вы не правите мной. Я правлю вами против духов злобы, или, как говорится у меня в сноске, против злых духов, злых духов поднебесных, или, как сказано в сноске, поднебесе. И здесь не говорится о небесах, где обитает Бог. Библия говорит о трех уровнях небес. Здесь речь идет об этой верхней атмосфере. И вы можете проверить это в Слове Божьем. Когда Даниил начал молиться, Гавриил пришел к нему через 21 день и сказал, «Я был послан в первый же день, как ты начал молиться. Мы услышали тебя в первый же день». Однако помните, что он сказал? «Князь или дух персидский встал у меня на пути». Понимаете, тот бес был злым духом в поднебесье, посланный самим сатаной, который является злым духом, князем, господствующим в воздухе. Он бог этого естественного материального мира лишь с позиции власти Адама. У него нет никакой власти ни над Иисусом, ни над телом Христовым, ни над вами, ни надо мной, ни над Богом, ни над кем-либо из нас. Вы меня слушаете? У него есть власть над ценами противления или непослушания. Вы находите это прямо здесь, послание к Ефесянам. И вы знаете, Иисус сказал, «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Это говорится об этих атмосферных небесах вот здесь, где обитают эти злые духи в поднебесе. Давайте продолжим читать дальше. «Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресло вашей истиной и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего! А паче всего! Паче всего! Скажите, паче всего! А паче всего возьмите щит веры». Итак, почему паче всего? Почему он говорит? А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божье. Всякую молитву и прошение молитесь. Духом! Почему он говорит паче всего? Потому что в данном случае щит будет более важен, нежели шлем спасения. Ну, брат Коплант, я не думал, что что-то было важнее спасения. Что ж, а как действует спасение? Верой! Понимаете, именно поэтому он и сказал, а паче всего возьмите щит, веры. Поставьте веру на ее место. Потому что, припоясавши чресло вашей истины, помните, что мы читали в 4 главе послания к евреям, проповеданное Слово Божье, нерастворенное верой, не приносит никакой пользы. Это было Слово Божье. Припоясавши чресло ваше Словом Божьим, облегшись в броню праведности. Библия говорит в 3 главе послания к римлянам, что праведность через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих. Теперь вы видите, почему. Паче всего возьмите щит веры. Спасение по вере. Без веры Слово Божье не принесет вам никакой пользы. Обувши ноги в готовность проповедовать Евангелие мира. И, конечно же, Евангелие по вере. Итак, мы стоим верой. Мы падаем. Мы падаем по тому же примеру неверия согласно 3 и 4 главам послания к евреям, которые мы уже изучали, разбирая вопрос, почему вера. И обратите внимание на эту фразу, прежде чем мы пойдем дальше. Все преодолевший устоять. Итак, помните, мы стоим верой. Верно? Послание к римлянам 11.20 говорит, что вы держитесь, или стоите верой. Вы стоите верой. Если у вас нет никакого слова, на котором вы можете стоять, тогда вы попытались построить свой дом на песке. Скажите, «О, брат Копланд, я верю, я стою в отношении моего исцеления». На чем вы стоите? «Ну, я верю, что Бог меня исцелит». Что ж, начнем с того, что вы не стоите на Слове Божьем, поскольку Он не собирается вас исцелять. Я думал, Он собирался меня исцелить. Нет, нет, Он никого сегодня не спасает. Он никого сегодня не исцеляет. Подождите минутку, прежде чем вы начнете кричать и причитать неверие. Иисус уже пошел на крест ради вашего спасения и вашего исцеления. Он уже воскрес из мертвых. Дух Святой уже здесь. Это не Ему нужно что-то сделать, а это Вам нужно все принять. Вы заметили? Даже Иисус в Своем земном служении, Он не возлагал ни на кого исцеление. Он пытался возложить его на нескольких людей в Назарете. Из этого мало что получилось. И знаете, если вы немного это почитаете, вы сможете увидеть, почему Он это сделал. Это были его домашние. Если Он где-то и хотел... Понимаете, некоторых из этих людей Он знал многие годы. Если Он где-то и хотел принести людям исцеление, так это там, в Своем родном городе. Потому что некоторые из тех людей были больны. Сколько Он их знал. И ты знаешь, что ты являешься ответом на это. Эта старая бедная сестра была больна все эти годы, и вот, наконец, Бог позволяет тебе приехать домой и проповедовать. О, слава Богу! Ты сможешь помочь этой сестре исцелиться после всех этих лет болезни. А она смотрит на вас презрением и говорит, «Да я знаю его маму, как он может быть помазан». Понимаете? Именно это и произошло с Иисусом в Назарете. У каждого когда-либо жившего пророка были родственники. Ни один из этих пророков не упал просто с неба. Ни один. Побыл здесь недельку или две. Некоторые из них, оказавшись здесь, в некотором плане побыли недельку или две. Но у них у всех была мама. У них у всех были родственники. Эти люди в служении Иисуса, которые не получили исцеления, не получили его не потому, что Иисус его удерживал, а потому, что они не приняли. Вы следите за ходом моей мысли? И религия всегда возлагала вину за это на Бога. А потом в то же самое время брала и возлагала вину за это на нас. Богу нет до вас никакого дела. Бог не будет вас любить. Бог не будет вас исцелять. У вас еще недостаточно ученых степеней. Понимаете, вам не нужно иметь образование, чтобы жить верой. Но ваша вера будет работать в вашем образовании. Мы немного еще поговорим об этом, поскольку это действительно сильная часть веры, предназначенной Богом работать в вашей жизни. Иисцеление приходит всегда. Библия говорит, что праведность пришла на каждого человека. Ну, разве это не замечательно, что все пойдут на небо? Нет, многие люди так никогда и не приняли эту праведность. Хотя она была рядом. Она была прямо на них так близко, как их дыхание. Бог не будет никого заставлять принимать спасение. Заставляет дьявол. Когда грех пришел на всех людей, смерть пришла на всех людей. Дьявол настоял, чтобы каждый человек умер. Таков он. Он нехороший. Вы это заметили? В нем нет ничего хорошего. Но когда Бог разрушил его власть, Иисус сказал, «Дана мне вся власть на небе и на земле». Поэтому, сказал он, вы идите по всей земле, и вы проповедуете Евангелие каждому творению. Дайте каждому из них возможность. Идите, расскажите им об этом. Идите, расскажите им, что они могут быть свободными. Идите, расскажите им, что они могут быть здоровыми. Идите, расскажите им, что проклятие разрушено. И что я помазан. Идите, расскажите им. Но не заставляйте никого из них принимать это. Таков Бог. Он не будет заставлять вас что-либо делать. Вы можете пойти в ад, если захотите. Он защитит ваше право пойти туда. И это разбивает его сердце каждый раз, когда кто-то туда идет. Хорошо. Все преодолевши устоять и стоять. Все преодолевши устоять. Приняв все оружие Божье. Сделав все для того, чтобы стоять. Ну, я стою в отношении моего исцеления. На чем вы стоите? Я верю, что Бог меня исцелит. Что ж, вы ни на чем не стоите. Нет слова? Нет веры. Обратитесь к Библии. Не закрывайте это место в послании к Ефесянам. И снова быстро откройте послание к евреям. Я хочу вам кое-что показать, что просто приводит в восторг. Когда я впервые это увидел, я просто бегал по комнате. Та маленькая старая комната и так была недостаточно большой, чтобы меня сдержать. А когда я это увидел, я просто прыгал и бегал. Я не мог стоять на месте. Я бегал, бегал и бегал по комнате. И я чувствовал себя, как тот маленький мальчик, который сказал, Сейди, отправляйся в круглый дом. Там они не смогут загнать тебя в угол. Я имею в виду, что я был загнан в угол в последний раз. Дьявол в последний раз в моей жизни загнал меня в угол. Теперь он попался. Он попался. Дьявол, тебе от меня не уйти. И я ухожу от тебя. Ты больше не повергнешь меня на землю, потому что ты попался. Все, что мне нужно иметь, это Слово Божье. И посмотрите на это. Послание к Евреям. 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Здесь сказано, что это все Слово Божье, верно? «И нет твари сокровенной от Него». Грамматически... Здесь где-то рядом есть учитель грамматики? Кто-то... Кто преподает грамматику? Я в некотором плане рад то, как я это раскладываю. Грамматически здесь сказано о Слове Божьем, как «О Нем» с большой буквы. Здесь говорится, что Слово Божье острее, что Оно живо, что Оно проникает, что Оно разделяет. «И нет твари сокровенной от Него». С маленькой буквы? Оно могло быть написано с маленькой буквы, понимаете? Но Слово «Него» написано с большой буквы. «И нет твари сокровенной от Него» с большой буквы. Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Аллилуйя. Прочитайте дальше. «И нет твари сокровенной от Него, от Слова Божьего, но все обнажено и открыто пред очами Его. И Ему дадим отчет». Итак, имея первосвященника великого, прошедшего в небеса Иисуса Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Вы знаете, что это? Прочитайте «Посланник Евреям 3.1». Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника, того, кого послал Бог. Уразумейте того, кого послал Бог, и первосвященника исповедания нашего, первосвященника наших слов, помазанного Иисуса. Бог поставил его и послал его быть первосвященником, тем, кто наделяет силой наши слова, чтобы они осуществились. Он помазан следить за тем, чтобы эти вещи осуществлялись. Итак, имея первосвященника, который что? Он помазан. «Слово облеклось воплоть и обитало с нами». Облеклось воплоть и обитало с нами. Слово Божье. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно. Слово Божье сказало. Аллилуйя. Он сказал, «Уразумейте того, кого Бог послал и помазал охранять и следить за нашими словами». Вы знаете, что мы имеем? Мы имеем Слово Божье, охраняющее и следящее за Словом Божьим. Это здорово. Бог Слово Божье охраняет и следит за Словом Божьим. А какая наша с вами обязанность? Наша обязанность – брать это Слово, держать его у себя перед глазами, вкладывать его в свои уши, вкладывать его в свои уста, вкладывать его в свое сердце, держать его у себя перед глазами, вкладывать его в свои уши, вкладывать его в свои уста, вкладывать его в свое сердце. Постоянно. Что происходит? Иисус говорит, «Да, да, да, да». И дьявол говорит, Нет. Иисус говорит, «Я сказал да». Дьявол говорит, «О-о-о». 54 глава Исаии говорит, «Оправдание ли праведность их от меня?» Говорит Господь. Дьявол говорит, «А я знаю, что в его жизни есть грех». Бог говорит, «Его праведность от меня». Я сказал, что он мой. Я сказал, что она моя. Я сказал, что она праведна. О, хорошо, извиняюсь, что завел об этом разговор. Отец, мы молимся сегодня за это служение. Во имя Иисуса. Мы приходим перед Твоим Словом с ожиданием. Мы приходим перед Ним, отдавая себя в руки Духа Святого, как нашего советчика, нашего лидера, нашего учителя, ходатая, стоящего рядом, защитника. Мы благодарим Тебя и прославляем Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, что Слово Божье и Бог – это одно и то же. Аллилуйя. Среди нас Бог. Мы прославляем Тебя за Него. Благодарим Тебя за Него. И я прошу Тебя, Господь, чтобы ни один человек не ушел сегодня отсюда без прикосновения силы живого Бога. Мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за это. И мы ожидаем благодаря имени Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Вы можете садиться. Давайте откроем наши Библии на втором послании Петра. Не знаю, как далеко мы сможем сегодня продвинуться, но мне очень хочется это разобрать. Вам нужно кое-что здесь для себя помечать. И мы постараемся продвинуться настолько далеко, насколько только сможем. И на следующем собрании начнем с того, на чем мы остановимся. Запишите это, пожалуйста. Слово добродетель, благость или сила, является переводом двух разных греческих слов, использованных в Новом Завете. Здесь, во втором послании Петра, греческое слово а-р-е-те переведено как добродетель, благость. В пятой главе Евангелия от Марка греческое слово дюнамис переведено как сила. Помните женщину, страдавшую кровотечением? Она прикоснулась к краю его одежды, и Иисус повернулся, зная, что из него вышла сила. Помните это? Там используется слово дюнамис. От слова дюнамис происходит слово динамит. Взрывная самозарядная сила. От этого греческого слова дюнамис происходит наше слово динамо. Это греческое слово, которое переводится как удивительный, чудо, взрывной, энергия, сила. И вот это греческое слово а-р-е-те во втором Петра означает всегда наивысшая форма превосходства. добродетельная женщина это женщина наивысших нравственных стандартов. Это женщина, которая не пойдет на компромисс со своими свойствами женщины ни для кого, нигде и никогда. Она добродетельная, целомудренная женщина. И именно на это оно и указывает на ее высокое нравственное превосходство. И с Богом фактически запишите это, пусть это будет у вас в конспекте Божья добродетель или нравственная благость. Богу не нужно поступать нравственно. Он есть нравственность. В нем нет ничего плохого. Божий добродетель его нравственная благость или делает то, что правильно любой ценой. Он сделал то, что было правильно ценой жизни Иисуса. Верно? Иисус сказал, если можно это сделать как-то по-другому, давай это сделаем. Но потом добавил, не моя воля, но твоя, да будет. Если бы можно было это сделать как-то по-другому, он бы это сделал. Но по-другому было нельзя. Оно должно было быть сделано, поэтому делайте это. Божья благодетель, нравственная благость или делать то, что правильно любой ценой, подключена к его божественной силе или помазанию, которая снимает бремена и уничтожает бремена и уничтожает Ирмо. И когда это было обсуждено, начиная с этого дня, у вас больше никогда не будет никаких вопросов по поводу позиции Бога в отношении вашего исцеления или исцеления кого-то еще. И это ни в какой форме никогда на протяжении вечности не может быть правдой, что Иисус ответственный за то, что кто-то болен. Такого не может быть. Позвольте у вас спросить, будет ли это нравственно или правильно какому-то человеку намеренно заразить другого человека вирусом ВИЧ? Это самое безнравственное, что кто-либо может сделать. Можете себе представить, чтобы какой-то врач прокрался в больнице в чью-то палату с пузырьком крови, которое, как он вне всяких сомнений знает, заражена вирусом СПИДа и заразил этим вирусом совершенно здорового человека. Люди, которые были заражены этим вирусом через банк крови, я имею в виду, как вы после этого себя чувствуете. Человеку делают переливание крови, пытаясь спасти его жизнь, а это убивает его. Это ужасная вещь, не так ли? Это никак не может быть нравственным поступком. Нравственная благость не могла этого допустить. Фактически, у нас есть законы против таких вещей. У нас есть законы против жестокого обращения с детьми. Поэтому Бог не является тем, кто жестоко обращается с детьми. Он не избивает своих детей, пытаясь их чему-то научить. Ну, наверное, Бог навел это на меня, чтобы я мог чему-то научиться. Нет, если вы действительно в это верите, но вы в это не верите, это просто религиозная отговорка, пытающаяся через сомнение и неверие найти оправдание, крику вашего сердца, опознание Иисуса. Если вы действительно в это верили, если вы действительно верили, что боль, которую вы испытываете, поможет вам чему-то научиться, вы поставили кого-то с молотком в дверей школы, в которой учатся ваши дети, чтобы он бил им вашего ребенка по голове перед тем, как тот зайдет в школу. Если боль помогает тебе учиться, раз, научи его чему-то. Мы арестуем людей, которые делают такие глупые вещи. Человек, который будет делать что-то в этом роде, с ним что-то не так. Он одержим бесом, разве нет? Уж конечно же, он будет это делать не потому, что он одержим Духом Святым. Вы думаете, Дух Святой ходит повсюду и бьет людей по голове? Вы не можете свалить это на Бога. Почему? Из-за Его нравственной благости. Именно поэтому они перевели помазание как сила, добродетель, исцеляющая сила. Деяние 10, 38. Как Бог, это было послание Иисуса, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, «И Он ходил, благотворя и исцеляя». Не благотворя и делая людей больными, чтобы они чему-то научились. Болезнь, имощь и образование не относятся к одной категории. Они противоположны друг другу. Когда студенты заболевают, они не очень хорошо учатся. Вам нужно, чтобы они были здоровы. Так, чтобы они могли обращать внимание. Нед в третьем классе это знал. Аминь. Каждый это знает. Поэтому не вините Бога в том, что несовместимо с нравственной благостью и добродетелью. Разве это не здорово? Позвольте мне еще раз прочитать вам это утверждение, чтобы вы это поняли. Божья добродетель или нравственная благость, или, когда вы делаете то, что правильно, любой ценой, также подключена к его божественной силе, чтобы снимать бремена и уничтожать ермо, потому что хорошо и нравственно это делать. Снять чье-то бремя. Библия говорит нам носить бремена друг друга, или помогать друг другу снимать их бремена. Хорошо и нравственно это делать. Итак, Симон Петр, раб и апостол Иисуса, помазанного его помазания, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса, помазанного. И посмотрите на это. У вас есть та же вера, что была у Петра. Равнодрагоценная вера. Слово «драгоценное» является здесь ключевым. Он получил свою веру от Иисуса. Вы получили вашу веру от Иисуса. Она ничем не отличается. Это не мера Петра и ваша мера. Это мера веры Иисуса. Вы понимаете? Это его мера. Он является автором нашей веры. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью. Благостью. Мы призваны к славе. Мы призваны к нравственной силе, благости, энергии и помазанию творить добро. Когда вы делаете что-то, что является правильным, только лишь по той причине, что это правильно, а не потому, что кто-то об этом знает или не знает, не потому, что кто-то об этом узнает или не узнает. Я научился некоторым вещам, которые вам нужно делать. Вам нужно это делать и просто молчать об этом, чтобы это было только между вами и Богом. Пусть никто об этом больше не знает. Вы можете притянуть их неверие или многое другое. Достаточно, что Бог знает. Библия говорит, каждый получит от Господа по мере добра, которое Он сделал. Аллилуйя. Аминь. Вот для чего эти вещи. Но вы заметили? Смотрите. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Друзья, мы можем выбраться из этого растления. Мы можем выбраться из проклятия, живя и ходя таким образом. И смотрите. То вы, прилагая к сему все старание, есть что-то, чего требует вера. Это старание. Сделав все для того, чтобы стоять, все включает в себя старание в отношении Слова Божьего. Ну, брат Коплант, я просто не очень старательный человек. Посмотрите значение слова старание, и вы увидите, что вы постоянно старательны. Вы старательны в чем-то, поскольку это означает уделять чему-то свое внимание. Некоторые люди старательно ленивы. Вы можете быть такими, каким был я, старательным в том, чтобы не быть старательным. Я уделял все свое внимание тому, чтобы избавиться и избежать любой работы, которую я мог избежать, пока я не ухватился за Слово Божие и не расставил в другом порядке свои приоритеты. И сейчас я старателен в отношении Его Слова, старателен в отношении честности, в отношении веры, в отношении молитвы и веры. Понимаете? Поскольку это то, на что вы направляете свое внимание. И когда вы направляете свое внимание на Слово Божье и вы добавляете это к своей вере, о чем он говорит? Храните его у себя перед глазами, вкладывайте его в свои уши, вкладывайте его в свои уста и вкладывайте его в свое сердце. Храните его у себя перед глазами, вкладывайте его в свои уши, вкладывайте его в свои уста, вкладывайте в сердце. Ну, скажу вам, наверное, ничего такого, если я пойду и немного почитаю газету. Что ж, вы снова станете старателями в отношении этого, если вы это сделаете. И особенно, если вы боретесь за свою жизнь, то в той газете нет ничего, что помогло бы вам исцелиться. Но там есть много всего, что затянет вас обратно в нежизненно необходимые, в неважные сферы жизни. Вы меня слушаете? Мое время уже подошло к концу, но заметьте. Что он здесь сказал? Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, благочестие, братолюбие, в братолюбии любовь. В некоторых переводах в Библию любовь Божья. Слово Агапе переведено как милосердие. Это любовь, которая побуждает давать и дает, чтобы жить, и живет, чтобы давать. Добавьте это к своей вере. На следующем собрании мы увидим, что вы должны добавить к своей вере поведение, описанное в 6 главе послания к Ефесянам. Там говорится, как дети должны относиться к своим родителям. Как родители должны относиться к своим детям. Как люди должны относиться к своему начальнику. И как начальник должен относиться к своим людям. Там говорится, как относиться к Богу и как относиться к дьяволу. Облекитесь во всеоружие Божье и ходите по нему. Вы понимаете, это все добавляется к вашей вере. Вы не можете ходить в вере, не добавляя к ней делать то, что является правильным, только лишь потому, что это правильно, и затем делать это правильно. Это добродетель, благость, это нравственная энергия для вашей веры. Знаете что? Когда вы ходите и живете верой, вы не пытаетесь быть героем, но вы, несомненно, выглядите как герой, потому что вы делаете то, что является правильным. Герои как раз и делают то, что является правильным. Джон Уэйн был тому живым примером. Один человек спросил Джеймса Кедни. Это было незадолго до его смерти, ему было 80 с лишним лет. И этот молодой репортер, легенда в своем собственном разуме, желая хорошо выглядеть перед мистером Кедни, спросил у него, «Мистер Кедни, какую роль вы считаете своей самой важной работой?» Мистер Кедни посмеялся над ним. Мистер Кедни ответил, «Мистер, я играю, зарабатывая этим на жизнь. Я никогда ничего важного не сделал. Я играю, зарабатывая этим на жизнь». И он снова засмеялся и сказал, «Вот, водопроводное дело, это важно». Но американцы, американцы ухватились за персонажа Джона Уэйна. И сам Джон Уэйн был очень похож на своего героя. Сейчас я уже могу вам это сказать, тем более, когда он уже ушел на небо, к Господу, и когда брат Хейген уже сам об этом рассказал. Кто-то дал Джону Уэйну перед смертью книги брата Хейгена. И он связался с братом Хейгеном и поблагодарил его за них, благословил его за них и сказал, что он их прочитал, и что это ему действительно помогло. Слава Богу! Разве это не здорово? Но о чем здесь говорится? Если вы делаете то, что является правильным, и вы делаете это просто потому, что это правильно, вы непременно будете хорошо выглядеть. Бог хочет, что вы хорошо выглядели, воздавали ему славу. Сказано, что неправильно возносить самих себя. Возложите все свои заботы на него, чтобы он мог вознести вас в свое время. Если дьявол приходит и говорит, ответьте ему прямо в лицо. А дьявол говорит, я убью тебя, я устраню тебя. Просто посмотрите на него и скажите, вот это будет день. Аминь. Да. Скажите, ты хочешь немного здесь задержаться, мистер дьявол? Мне в любом случае сегодня утром нужна хорошая духовная тренировка. Я думаю, я отключу тебя перед тем, как ты уйдешь. Подожди минутку, иди-ка сюда. Ты пока еще не убежал. Ну-ка, получи. Но вы не можете этого сделать, если вы не стоите на Слове Божьем. И это действительно вам в жизни окупается, мои братья и сестры. Особенно, когда у дьявола есть люди, которые будут послушны ему, и которые попытаются запутать вашу веру и столкнуть вас в сферу критики, нехороших разговоров, сплетен и всего остального, просто не делайте этого. Делайте то, что является правильным. Это не потому, что вы такие крутые и сильные. Просто так неправильно делать. Не делайте этого. И все преодолевши, стойте, пожалуйста. Воздайте сейчас Господу хвалу и благодарение. Давайте продолжим с того, на чем мы остановились. Давайте обратимся к 11 главе послания к римлянам. 11 глава, 20 стих. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Скажите это. Мы держимся верой. Скажите это еще раз, пожалуйста. Мы держимся и стоим верой. Хорошо. Теперь обратимся к 6 главе послания к Ефесянам. Я хочу, чтобы вы сегодня установили связь. Я хочу установить здесь библейскую связь в Слове Божьем, которая оставит неизгладимый след в вашем мышлении, в вашем духе, в ваших словах, в ваших действиях до конца вашей жизни на этой земле. Послание к Ефесянам, 6 глава, 10 стих. Ефесянам 6, 10. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы и века сего, против духов злобы поднебесных. Примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать. Это другой способ сказать «стоять». В день злой и все преодолевши, скажите «все». Все преодолевши, устоять. Стоять как? Верой. Как? Со всеоружием Божьим. И заметьте, он начал это со слов «наконец». Наконец, братья. То есть это конечное утверждение чего-то. Это утверждение начинается в 4 главе послания к Ефесянам и продолжается до 9 стиха 6 главы. Это поведение, подобающее и соответствующее вере. Это правильное поведение, соответствующее или поддерживающее, или можно сказать это так. Это поведение, подобающее Иисусу и подобающее вере. Итак, помните, мы держимся или стоим верой. Это позиция веры. Вам нужно сделать одну вещь. Сделать ее прямо сейчас. Примите качественное решение. Это решение, которое не оставляет пути для отступления и которое не подлежит обсуждению. Примите качественное решение, что вы будете жить верой, а не видением. Если вера этого не получит, у вас этого просто не будет. И ваша плоть восстанет и скажет, «Эй, подождите-ка минутку». Просто спросите у своей плоти, «Что всегда приносило мне лишь кучу проблем?» Вера принесет мне победу. Вера выведет меня. Все, что ты мне когда-либо приносила, плоть, это чувство голода, или еще хуже. И я принимаю решение, что тебе придется жить с заповедью любви. Это заповедь. Это не какой-то хороший совет от Бога. Это заповедь Божья. Потому что вера действует любовью. Хорошо. Давайте теперь снова обратимся к посланию к евреям. Итак, мы ищем эту связь. Я хочу, чтобы вы это увидели. 4 глава, 11 стих. Итак, постараемся войти в покой оный. В это место веры. Чтобы кто не впал в непокорность. И обратите внимание на слово «кто». То есть это относится к каждому человеку. Это относится к любому. Чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. По какому примеру? Те люди пали в пустыне. Мы читаем об этом в 3 главе. Там говорится, что Бог не был ими доволен, потому что они потерпели поражение в пустыне. Что было тому причиной? Вернемся ко 2 стиху, 4 главы. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы. Слово, слышанное, не растворенное верою слышавших». Если вы не растворяете верой Слово Божье, или если вы никогда не слышите Слово Божье, или если вы отказываетесь ставить себя в такое положение, когда вы подчиняетесь Слову Божьему, или если вы не отдаете себя Слову Божьему, как сказано в книге притчи, «Крича моим, преклони ухо твое». Если вы не «Ну, я знаю, что Библия так говорит, но...» это «НО» заведет вас в проблемы. «НО, что если...» «Да, НО». Ваше ухо не преклонено к Слову Божьему. Ваше ухо преклонено к вашему прошлому опыту поражения или к тому, что вы просто не хотите идти и делать. Понимаете? Но это пример неверия. Скажите «падать». Мы имеем дело с прямыми противоположностями, не так ли? Стоять, падать. Стоять, падать. Мы стоим верой. Мы падаем, не веря Слову Божьему. По тому же примеру неверия. Вот из-за чего люди падают. Нет, люди падают не из-за демократов. Республиканцей не являются вашей проблемой. Дело не в законодательной власти. Дело не в цвете вашей кожи. Дело не в вашем недостатке образования. Дело не в вашем избытке образования. Дело в неверии. Потому что Бог нелицеприятен. Для Него все это не имеет значения. Что касается Его благоволения, ничто из всего этого не берется в расчет. «О, было так здорово вчера и сегодня». Не так ли? Бала Господа, а знаете, что я написал в своей Библии? Да. Аминь. У меня есть статус благоприятствуемого чада. Знаете, есть статус благоприятствуемой нации. У меня есть статус благоприятствуемого чада с Богом. Аллилуйя. Почему? Потому что в Иисусе я был сделан праведностью Божией. Мы ходим в Его благоволение. Как мы это делаем? Верой. Послание к Римлянам 4.16. Мы уже обращались к нему. «И так по вере, чтобы было по милости, чтобы было по благоволению». Знаете, что делает Бог? Он проявляет к вам благоволение. Он проявляет к вам благоволение. Почему? Потому что Он любит вас. Потому что Он хочет Его проявить. Он не хочет ничего для меня делать. Я не сваливаю всю вину на Него. Но это неправда. Он смотрит на это совершенно не так. Бала Господу. Аминь. Он любит вас. Он любит вас. Он любит вас. Вы знали, что вы ничего не можете сделать, чтобы заставило Бога перестать вас любить? Он не может перестать вас любить. Он есть любовь. Вы можете делать какие-то вещи, которые Он не попускает, и которые не доставляют Ему никакого удовольствия. Но вы ничего не можете сделать, чтобы заставить Его перестать вас любить. Никогда не совершайте такую ошибку, говоря ребенку. Так, не делай этого, дорогуша, а то Иисус не будет тебя любить. Это ложь из ада. Ложь из ада. Бог никогда не перестает любить. Благодарение Богу за это. Мы бы уже все по уши сидели в аду, если бы Он нас не любил. Аминь. Хорошо. Падать и стоять. Мы падаем, не растворяя Слово Божьей верой. Давайте откроем первую главу второго послания Петра. Симон Петр, раб и апостол Иисуса, помазанного и Его помазания, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса, помазанного. Помните, что Иисус сказал Петру прямо перед Крестом? Помните, что Он ему сказал? Он сказал, «Петр, я молюсь о том, чтобы твоя вера не оскудела и не ослабела». Сатана хотел вас, желал вас, весьма желал вас. Он пытался забрать вас. О, Сатана хотел заполучить его. Иисус сказал, «Я молюсь, чтобы твоя вера не ослабела». То есть вера может ослабеть, не так ли? Как насчет любви? Никогда. Никогда. Любовь будет заставлять вас делать правильные вещи. Если вы будете это делать, ваша вера не ослабеет. Если вы основываете свою веру на чем-то другом, а не на Слове Божьем и не на любви Божьей, вы где-то столкнетесь с проблемами, потому что вы окажетесь в той сфере, которая не является верой. Она похожа на веру. Звучит как вера. Но это не вера, это умственное согласие. Вы просто умственно достигаете какого-то уровня и говорите, «Да, это правда». Но умственное согласие является пустым. В нем нет никакой силы. Возможно, у нас еще будет время об этом поговорить. Но сейчас мне нужно держаться этого, вот этой мысли. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас к славе и благости, как сказано в одном из переводов Библии. Призвавшего нас к нравственной энергии, нравственной благости. Это не просто что-то, что хорошо делать. Это благость Божья, которая намного сильнее отвратительности дьявола. Помните, когда Моисей попросил Бога? Моисей устал разговаривать с облаком. И посреди их разговора... Бог не говорил о своей славе. Посреди их разговора Моисей выкрикнул, «Я хочу увидеть твою славу!» И что сделал Бог? Он сказал, «Во-первых, ты не можешь посмотреть мне в лицо и остаться в живых. Поэтому я спрячу тебя в расселении скалы, и я покрою тебя, защищу тебя». Он потому и разговаривал с ним из того облака, чтобы защитить его, поскольку когда слава встречается с грехом, она просто зажаривает грех до углей. И все. Именно поэтому нам нужно привести нашу жизнь в правильное положение перед Богом, потому что слава поднимается на земле, подобно водам потопа. Она поднимается. Она поднимается, и она достигнет такого уровня, которого она достигла в ранней церкви, с Ананией и Сапфирой. Они лицом к лицу столкнулись с той славой и сразу же умерли. Это вещи, к которым нужно относиться очень серьезно, понимаете? И что Бог сказал? Задумайтесь сейчас об этом. Задумайтесь о том, что Он сказал. Он сказал, «Я поставлю тебя в эту расселину, и я покрою тебя, я позволю тебе увидеть меня со спины». И что говорит Библия? Кто-нибудь скажите мне. Как сказано в некоторых переводах Библии, перед Моисеем прошла Божья благость. Видите, чем была вся эта сила? Видите, что такое помазание? Иисус ходил, благотворя, исцеляя. Творя добро, исцеляя. Творя добро, исцеляя всех, кто был угнетаем дьяволом. Творя добро, исцеляя. Это говорит о том, что немощи и болезнь не являются чем-то хорошим. Это что-то плохое. Это не что-то хорошее. В них нет ничего хорошего. Нищета не является чем-то хорошим. Она названа проклятием. Это что-то плохое. Иисус сказал, я помазан проповедовать Евангелие нищим. Поэтому благость является помазанием, а не нищета. Вы улавливаете смысл этого? Поймите это. Потому что благость Божья, это не просто, ага, не что-то такое поверхностное, как, ну, знаете, он хороший человек, он хороший парень. Нет, 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 нет. Я говорю о первичной, исходной силе, о том, что исходит из Бога, что делает его Богом, это благость. Благость. Я не говорю о «будьте теперь хорошими». Слово Божие говорит, что мы стоим, обувши ноги, в готовность проповедовать Евангелие мира. Еще раз обратитесь к 10 главе Деяния, с 34 по 38 стихи. И там говорится, что Иисус пришел, проповедуя мир. Бог послал Израилю послание мира, проповедуя мир через Иисуса. Как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса из Назарета. Это послание мира. Знаете, что Он нам говорит? Он говорит нам, что мы ходим в этом послании мира. Мы ходим в силе. Мы ходим в благости. Мы ходим в силе Бога Всемогущего. Его помазание, Его помазание, чтобы снимать бремена. Это хорошее дело, уничтожать Ермо. О, это хорошее дело. Оно полно Его благости. Полно Его присутствия и Его славы. Это Его благость. Он настолько благ, что плохое не идет с Ним ни в какое сравнение. Аминь. О, пусть у вас никогда не складывается такое представление, будто дьявол находится с Богом на каком-то одном уровне. Ему нравится вести себя так, как будто так оно и есть, потому что Он сказал, я буду как Всевышний Бог. Ты даже и близко Ему не равня, парень. Почему Бог просто не раз и не уничтожил его прямо там? Хорошо. Он тогда это не сделал потому, что в то время не было закона против того, что тот сделал. Никто раньше такого не делал. Но знаете, что вы сейчас держите в своих руках? Что утверждено навеки, как на небе, так и на земле? Закон против этого. Такого больше никогда не произойдет. Любой ангел, который выступит с мыслью о том, что тогда сделал Люцифер, вы можете о нем забыть, вы можете помахать ему ручкой. Закон был издан и записан кровью. Такого больше не случится. К тому времени в это был вовлечен человек. Если бы Бог уничтожил дьявола, Он бы уничтожил своего человека, потому что он был соединен с ним. Вы это понимаете? Именно поэтому Бог не побежал туда, не схватил Адама на руки и не обнял его. Он бы уничтожил его, потому что благость соприкоснулась бы с испорченностью. Адам не был плохим, потому что он хотел таким быть. Он был полон этой испорченности. Когда Адам преклонил свои колени перед сатаной, тогда его природа, которая является смертью, природа дьявола, вошла в Адама духовно. Дух смерти вошел в его дух. Я отрезал его от откровения. У него не было никакого откровения от Бога. У него больше не было никакого откровения о Боге. И он был увенчан славой и честью. Помните, Джерри Савелл читал об этом вчера вечером. Бог увенчал Адама славой и честью. Именно поэтому Адам никогда не видел своего тела. Он был подобен Богу. Все, что он видел своими физическими глазами на своей жене, это слава Божью. Она, подобно Богу, была облачена изнутри наружу в эту великолепную славу. Именно это постоянно их и защищало. Вы не могли пробиться через нее, чтобы ранить их плоть. Вы не могли до нее добраться. Это то же самое, во что облачен Бог. То же самое они увидели на горе преображения, когда Иисус сиял, как солнце. Это то же самое, что исходит от Его лица и освещает все небеса. Им даже не нужно солнце, как оно нужно нашей планете. В 4 главе 2 послания Коринфянам говорится, что мы имеем познание этой славы в нас, как сокровище от Бога. Аллилуйя. Благость и испорченность. Стоять и падать. Хорошо, давайте вернемся ко 2 посланию Петра. Мы затронем здесь некоторые вещи, которые требуют определенной духовной смелости, чтобы верить. Но мы пока еще ничего не видели. Впереди нас ждет хорошая часть. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, Иисуса Помазанного, по великой своей милости возродивший нас. О, я читаю 1 послание Петра. Но это было здорово, не так ли? О, да, я дочитаю этот стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса, Помазанного, по великой своей милости возродивший нас Воскресением Иисуса Помазанного, из мертвых к упованию живому. О, спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты открыл мне эту страницу. Мне это нравится. Да. Итак, третий стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». О, это просто, это просто удивительно. «Удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель или нравственную энергию. Это поступать по Слову Божьему». Иаков сказал это так. «Вера бездействия мертва». Итак, это поступать по Слову Божьему. Что вы делаете? Вы делаете то, что является правильным. Вы делаете это, потому что это правильно. Мой отец как-то раз мне сказал, «Кеннет, я не понял этого тогда, когда он мне это сказал, но сейчас понимаю». Он сказал, «Кеннет, я тебе кое-что скажу. Если бы я узнал, что никакого Бога нет, если бы я узнал, что Иисуса никогда не было, я бы все равно так жил, потому что это работает». И он добавил, «И это работает, потому что есть Бог и потому что Иисус жив». Аллилуйя. Поэтому делайте то, что является правильным, и делайте это, потому что это правильно. И делайте это правильно. Не миритесь с таким подходом. Евангелие сойдет. Один человек сказал мне так на записи одного из моих альбомов несколько лет назад. Он был гитаристом. Я сказал, «Нам нужно здесь переиграть. Здесь пошло как-то не так». Он ответил, «О, для Евангелия сойдет. Не рядом со мной. Одесь бы тебе эту гитару на шею, парень». Вот что я хотел сделать. Прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность или знание. Изучайте ее. Изучайте ее. Думайте о ней. Как сказал Джерри Севейл, «Вращайтесь среди людей, которые живут и ходят верой». Пребывайте в ней постоянно. Вы будете жить ею. В рассудительности, в воздержании. Когда вы начинаете узнавать что-то о вере, будьте сдержанными. Не приходите в ярость, не теряйте над собой контроль, чтобы потом Бога и всех нас называли нехорошими словами. Аминь. И кроме того, не думайте о себе высоко, как апостол Павел написал Тимофею. Вы начинаете процветать, вы начинаете быть здоровыми. У меня не хватило ума это понять, когда я впервые услышал о вере. И когда рядом со мной оказывался кто-то, кто вообще ничего об этом не слышал и говорил что-то, что для меня звучало как неверие, скажу вам, я набрасывался на него, как курица на жука. Я был готов зажарить вас прямо там, на месте. Аминь. Я по-прежнему это делаю, но сейчас я больше улыбаюсь. Будьте сдержанными. Я никогда не буду сдержанным с дьяволом. Позвольте мне сказать вам на этот счет кое-что еще. Не выбирайте легкий выход из положения. Вам может казаться, ну это легкий путь. Если я двинусь туда в вере, о, посмотрите на все то, что мне придется. Просто возьмите свою веру за ухо. И двиньтесь туда в вере прямо сейчас, потому что это и есть легкий путь. То другой путь убьет вас. Он может казаться легким в какой-то момент, но это не так. Вы сейчас здесь увидите, почему. Кто-то может сказать, ну я верю, я мог бы сделать это, и это было бы нормально, я верю, я могу сделать то, и это было бы нормально. Воздержание – это немаленький грех за раз. Грех – это грех. И в небольшом количестве он является таким же неправильным, как и в большом количестве. И вы сделаете немного греха, и дьявол скажет, как ты сделал маленький, ты с таким же успехом можешь сделать и остальной грех. Как одна женщина однажды сказала, дайте дьяволу проехать на заднем сидении, и он захочет сесть за руль. Я подумал, да, точно. Я три дня проповедовал, пытаясь это сказать, а она сказала это за одну секунду. Да, дайте дьяволу проехать на заднем сидении, и он захочет сесть за руль. О, говорю вам, я пока так и не смог придумать ничего лучше. Аллилуйя. О, прочитайте дальше. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей, добродетель. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение. Проявлять терпение, это не значит мириться с чем-то. А это значит быть постоянным, последовательным, всегда тем же самым. Всегда стоять на слове Божьем. Не важно, где вы чувствуете боль, не важно, как все выглядит, не важно, что сказал банкир, не важно, что сказала школа, не важно, что кто-либо сказал. Вы стоите на слове Божьем. Вы остаетесь теми же. Это библейское терпение. И вы заметите, что вера и терпение идут рука об руку. Где вы не находили одно, вы находите и другое. Вера открывает двери и запускает процесс, а терпение поддерживает его в действии, пока дело не будет сделано. Неизменное вчера, сегодня и вовеки. Почему? Потому что благодаря слову Божьему вы можете это делать. Держите его перед глазами, вкладывайте его в свои уши, в свои уста, вкладывайте его в свое сердце. Послание к Ефесянам 2, 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Мы с вами недостаточно умны, чтобы заработать благодать. Мы иногда даже не были достаточно умны, чтобы хорошо заработать на жизнь, а уж тем более заработать благодать Божью. Нет, 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 нет. Божья благодать – это Его готовность участвовать в нашей жизни и выводить нас на такой уровень, где Он может относиться к нам так, как будто мы никогда не грешили. Слава Богу, разве это не здорово? Человеческий разум не может этого постичь. Именно поэтому вам нужно изучать ее, думать о ней, слушать проповеди и вкладывать это в свое сердце, вкладывать это в свою жизнь, так, чтобы вы могли ходить в этом на ежедневной основе и в буквальном смысле постоянно практиковать благодать Божью. Это одно из чудес Божьих. Это образ жизни прямо посреди всей этой неразберихи. потому что, где умножается грех, там призабилует благодать. Отец, я молюсь за наших телезрителей. Иви сегодня снова благодать Божью в нашей жизни во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. А пока я, Кеннет Копланд, снова напоминаю вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус, Господь.